Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Последний путь. Водитель автобуса пытался спасти жизнь пассажиру. Осторожные дети. Прокуратура проверит все школьные автобусы на соответствие новым правилам перевозок. Дорогие дороги. На ремонт и строительство магистрали в Самаре в этом году потратят 2 миллиарда рублей. Тревожный рейс в Самаре. Причину гибели человека в автобусе 37 маршрута установит экспертиза, после проведения которой будут официальные комментарии. Напомню, накануне вечером одному из пассажиров стало плохо. Водитель не растерялся и направил машину в сторону ближайшей больницы. С людьми, которые в трудную минуту пришли на помощь больному, встретился Олег Зверев. Это был, пожалуй, самый тревожный рейс за все время работы, рассказывает водитель 37 автобуса Денис Трифонов. Внезапно одному из пассажиров стало плохо. 43-летний мужчина вошел в салон возле филармонии, оплатил проезд и сразу направился к выходу. Но тут пассажиры заметили, что он побледнел, а потом и вовсе потерял сознание. Пассажиры, кондуктор начали вызывать скорую, но то ли телефон никто не брал, то ли занят был. В общем, никак не дозванивались мы. И решили, так как дорожная клиническая больница была, грубо говоря, в трех остановках, решили, пока продолжить движение, в надежде на помощь, что там окажут ее. По инструкции, в такой ситуации положено остановиться, вызвать скорую и полицию и ждать на месте. Но водитель решил не медлить, чтобы не терять драгоценное время для спасения больного. И направил машину без остановок в сторону ближайшей больницы. Пассажиры отнеслись к этому с пониманием, все пытались помочь, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Подъехали к больнице, потом пассажир побежал быстрее вызывать врача. Мы все это время находились в салоне. Потом он прибежал без врача, то есть не знаю, что ему ответили, мы как бы не в курсе. Потом пошли еще человек пять в больницу, чтобы все-таки кто-то пришел на помощь. Побежали, потом уже пришла врач. Мы ожидали врача, она пришла, прослушала, и с ней пришла медсестра, кто-то, мы не знаем. Вот они начали прослушивать и сказать, что он уже мертв. Медики и полицейские пока воздерживают от комментариев, ожидая окончательных результатов экспертизы. Чтобы установить точную причину смерти, необходимо время. Но уже ясно, что и водители, кондукторы, пассажиры сдали, может быть, самый важный в жизни экзамен. На благородство и чувство ответственности за тех, кто находится рядом. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Все школьные и экскурсионные автобусы, которые возят детей в Самарской области, проверят на соответствие новым стандартам. С этого года изменились правила перевозки. Транспорт должен быть не старше 10 лет. Обязательно наличие тахографов и системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Сколько машин не соответствует нормам, региональная прокуратура озвучит в феврале. Внимание надзорного ведомства к этому вопросу приковано после трагического случая с автобусом, перевозившим детей в Хантамансийском автономном округе. Под пристальным контролем и другие аспекты соблюдения законов в отношении детей и подростков. Всего за прошлый год прокуроры выявили более 22 тысяч нарушений законодательства в этой сфере. Масштабную проверку провели в медицинских учреждениях региона. В частности, нашли нарушение при предоставлении бесплатных лекарств для детей до 3 лет и для детей из многотедных семей в возрасте до 6 лет. Немногие родители вообще знают о такой льготе. Медицинские организации обязаны на стендах информационных доводить эти сведения до родителей, которые приводят детей за оказание медицинской помощи в медицинские учреждения. Выявлялись факты, что просто эта информация не размещалась. То есть родители, когда идут на прием, они просто не знают об этом. Соответственно, им также эти бесплатные лекарства не предоставлялись. Более 2 миллиардов рублей на ремонт самарских дорог планируется направить в этом году. Дорожный сезон продолжит делать уже начатые в прошлом году объекты и продолжит новые. Начнется масштабный ремонт мостового перехода Южный и путепровода Аврора. Кроме того, будет продолжена реконструкция заводского шоссе. В прошлом году здесь начались работы по выносу и замене инженерных коммуникаций. 164 миллиона рублей направят на ремонт дорог картами. Более 130 миллионов пойдут на ремонт дворовых проездов. Кроме того, Самара претендует на получение денег из федерального бюджета. Напомню, в 2016 году на ремонт городских магистралей без учета улиц Новосадово и Московского шоссе из бюджетов всех уровней было направлено чуть более 2 миллиардов рублей. Предыдущие два года конкурсные процедуры завершались достаточно рано, отмечает глава города Олег Фурсов на общегородском совещании. И подрядчики успевали все сделать вовремя. В этом году также следует сократить сроки всех подготовительных процедур. В понедельник 30 января в 9 утра в Самаре стартует первая волна приема детей в первый класс. В ней участвуют только те, кто проживает на территории, закрепленной за школой. Узнать, к какому учебному заведению относится дом, можно на сайте Департамента образования. Заявление нужно подавать до 1 июля. После начнется вторая волна приема детей, не проживающих на закрепленных за школой территориях. Как и в прошлом году, прием будущих первоклассников будет проходить в электронном виде через интернет. Чтобы подать заявление, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг, затем заполнить форму заявления на портале образовательных услуг. В течение трех рабочих дней после этого нужно обязательно прийти в школу с документами, свидетельством о рождении, регистрацией ребенка и паспортом родителей. И подтвердить свое заявление. Записанный ли ребенок в первый класс можно узнать в течение семи рабочих дней. Если кто-то из родителей, особенно опекуны и бабушки, дедушки не справляются, они могут прийти в школу, и там специально отведенный помощник поможет им с документами, все также в электронном виде направит. Далее коротко о других событиях дня. Суд заменил Сыздоренскому Тайсону ограничение свободы на реальный срок. Виталий Кондратенко стал печально знаменит после того, как в интернете широко разошлось видео, на котором запечатлено, как на кассе одного из сызранских супермаркетов он ни с того ни с сего бьет с разворота пенсионерку кулаком по лицу. Вскоре подозреваемого задержали, но внятно объяснить свой поступок мужчина не смог. Суд признал Кондратенко виновным и назначил ему 14 месяцев ограничения свободы. Но Кондратенко неоднократно нарушал условия отбытия наказания, потому было принято решение поменять ему меру пресечения. В Самаре работает горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Если вы столкнулись с фактами проявления этого вида преступления, оставьте сообщение на телефон горячей линии, который вы видите на экране. По представленной информации, администрации городского округа Самара будет проведена проверка. В Самаре может появиться городская электричка. Этот вопрос был задан на встрече мэра города Олега Фурсова и главы Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова. Электричка может связать станции, ягодная, пятилеткой, красный крыжок, что особенно актуально в преддверии чемпионата мира по футболу. Учитывая, что Самара достаточно активно развивается, строятся новые районы, перед властями стоит задача улучшения транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом. Женился гражданство Раде. В отрадном суд признал фиктивным брак азербайджанца и россиянки. Приговор в законную силу еще не вступил. По версии прокуратуры Самарской области, мужчина женился в июле 2016 года. При этом он никогда не жил с супругой. Как выяснили стражи порядка, целью брака было получение разрешения на временное проживание. В дальнейшем же мигрант хотел получить гражданство России в упрощенном порядке. Эти факты выявило назорное ведомство во время проверки граждан на соблюдение миграционного законодательства. В Самарской области из-за морозов до конца января объявили штормовой предупреждение. Синоптики региона предупредили о том, что до конца месяца местами ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Днем с пятницы 27 января по воскресенье 29 января температура воздуха будет колебаться в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 24, при прояснениях до минус 30 градусов. В пятницу и субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В воскресенье осадков не будет. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующему эфиру. Докхантеры разбушевались в Куйбышевском районе Самары, неизвестные травят собак и кошек, расследование программы. От благотворителей и защитников отечества до многодетных отцов-одиночек в Самаре выберут мужчину года. Начать с себя в Самаре областные чиновники обсуждают оптимизацию расходов. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова